Всех приветствую! Ассаламу алейкум! У нас с вами сегодня... Чуть простудные симптомы пошли, что-то у меня последние дни, но, надеюсь, запасные резервуары вскроем энергетически. Во мне. У нас сегодня гость очень интересный. Интервью с Мурадом Назаровым. Сейчас я просто смотрю, он здесь появится. Нет, сейчас его включить. Это бизнесмен, многодетный папа, семьянин. Мотиватор. Основатель лидирующей девелоперской компании в Узбекистане. Это Мурад Билдингс. Ждем его включения. На самом деле очень такой продвинутый человек. Активная жизненная позиция. Ответственный подход. Так что сегодня будет интервью с ним, с Мурадом. Назаровым. Послушаем. И я думаю, что извлечем очень много пользы. Потому что человек большого и большого жизненного опыта. И в семейном плане, и в плане бизнеса, и вообще саморазвития. Всем, кто мне пишет. И ждем Мурада. Наверняка вы знаете то, что его компания строит на сегодняшний день. Это первый, самый высокий жилонебоскреб в Средней Азии. Да. Настуа называется. Так, пока Мурада не вижу. Или я его пропустил. Так, ждем. Я сам не раз был в Ташкенте, в Узбекистане. Так. Мурада ждем. У нас тут со всего мира подключаются. И Тарас, и Уфа, и Актобе, и Дубай. Ну, Ташкент, безусловно. Так. Мурад. Вот-вот, Мурад. Валикус. Валикус. Только вы почему-то. Надо перевернуть, да? Вот, супер. Приветствую вас. Очень приятно вас видеть из чудесного Ташкента. Взаимно. Так что, Мурад, давайте сразу перейдем к делу. Ждут ваших интересных ответов, пояснений каких-то, в том числе, откровений. Да-да, можете еще больше закрыть даже. А, супер. Так лучше? Да. Значит, Мурад Назаров, бизнесмен, семьянин, мотиватор. Я уже представил вас, и в том числе, Нестуан упомянул. Значит, вопросы к вам. Первый. Что в каждом дне помогает вам достигать своих целей? Шамиль, для начала хотел напомнить о том, что мы с вами встречались в Шадже. Если помните, я был с супругой. Это был, по-моему, 2015 год. Вот, на курсе… Пятидневный, да? Пятидневный, да. Пятидневный, да. Объявлять нельзя было, но сейчас у нас совершенно другой Узбекистан, где приветствуется духовное воспитание, образование. Пошло. Поэтому смело могу сказать, что я был у вас на курсе, получил очень много чего. Также сегодня у нас очень много зрителей. Вот я вижу 1500 с лишним зрителей, и я думаю, что многие из них, они хотели бы послушать и вас тоже. Потому что… Нет, нет. Зачем они меня и так слушают? О, мурад. А нас тоже. Сегодня мы из вас будем полезной информацией. Да, я просто хотел вас попросить на вопросы, которые я буду отвечать, если у вас будет вариант что-то добавить, что-то больше будет работать, для наших зрителей это будет еще больше интересней, они будут благодарны. А также хотел добавить то, что сегодняшние наши ответы, они будут как бы проявлять сегодняшнюю сущность, и они могут отличаться от вчерашних, а также от завтрашних, потому что мы все меняемся. И надеемся, что многие смогут как минимум вдохновиться, найти ответы на какие-то вопросы. Поэтому можем приступить. Отлично. Ну и мы в любом случае не зря именно с вами связались, потому что у вас не теоретически… То есть очень много в современных реалиях правильных теоретиков, философов и так далее. В том числе, которые учат где-то семейным вопросом, где-то бизнес вопросом, а у самих ничего с этим толком и нет. Лично созданных, реализованных. В вашем же случае вы многодетный папа, прекрасный семьянин, у вас крупный бизнес, очень мощный, созидательный. Вы в нем уже, по-моему, там… В 2007, по-моему, у вас был крупный проект первый, да? Что-то вот… Да, 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 да. То есть это очень большой опыт, очень большой. Так что мы все-таки надеемся, что вы, с учетом этого глобального опыта и возраст у вас самый золотой, 40+. Это самый такой цветущий возраст вообще, прямо вот, само золото. С учетом ваших десятилетий жизненного опыта, 40+, это вообще супер. Так что первый вопрос. Что в каждом дне помогает вам достигать своих целей? Смотрите, если в каждом дне, то, конечно, многое, но вот по своей практике я понимаю, что навыки, все, то, что мы знаем, это очень много значит. Но самое главное – это вдохновение, это настроение. Поэтому с утра больше всего влияет на мой рабочий день, на результаты – это утренняя, конечно, молитва, это утренняя дуа. У меня это обязательно. Нет ни одного дня, где я ухожу на работу без дуа, и у меня есть несколько дуа, которых я выучил и учу каждый день, когда что-то изучаю. Например, да, сегодня тоже перед нашим выступлением сделал дуа, который просит Ихди нас сурату аль-муста-киим, сурату аль-лавин, а нам-та алейхму-гой-гой-гил-макду-бы, алейхму-анад-ду-ан, и чтобы он сам на верный путь поставил. А также Роб би шрахли садри, ва яссив ли амри, вахлу лукда там мили сани, яфкаху ухоли. То есть пусть он сделает нашу беседу понятной и доступной для каждого. И вот утреннее дуа – это обязательно завтрак с семьей. Вот многие мероприятия пропускаю из-за того, что не хочу никак отказаться от утреннего завтрака, семейного завтрака, потому что утром вот эта улыбка семейная, то, что супруга провожает, то, что дети у меня самого малого возраста, я научил их, чтобы когда, независимо от того, кто выходит первым из дома, да, те, кто остается дома, они благословляют, чтобы у него был хороший день. Конечно, по пути обычно у меня есть и дни, в которые я пешком иду на работу, надеваю кроссовки, водитель потом ждет меня в офисе уже с туфлями. И по дороге я звоню маме в первую очередь, я звоню родственникам, друзьям, с которыми долго не общался. И вот этот утренний позитив, настрой, он сильно влияет на весь день. Когда человек вдохновлен, он может сделать в разы больше. Супер. Вообще конкретно и практично. Далее. Вот возможно чем-то поделитесь цели. Ваши цели вот 2020 год или какая-то конкретная цель на 2021 год. То есть вот в вопросах целей, насколько вам удается сформулировать и реализовать. Вот на примере того же самого 2020 или 2021 года. Ну, смотрите, Шамиль, у меня чуть-чуть другое представление. У меня больше, наверное, я живу не целями, а мечтой. У меня есть мечта конечная, но у меня мечта такая большая. И каждый день, каждый месяц, каждый год, он как бы промежуточный этап, который приближает к этой цели. То есть у меня нет привычки вот ставить по технологии смарт, да, как везде мы учим, да. Конкретика, там, дата, чего. То есть это меня наоборот как бы больше напрягает, больше стресса, да. И очень просто на своем опыте могу сказать, что когда человек просто чего-то хочет, он сам по себе начинает к этому приближаться. И если об этих промежуточных целях, да, например, в прошлом году из-за карантина, из-за пандемии больше было желание не пропустить тот шанс помочь максимально большему количеству людей. Потому что, ну, мы понимали, что такое может быть и не повторится, да, пусть и не повторится, но это мы много потеряли, много людей потеряли, очень сложные моменты были, да. Но в то же время мы понимали, что именно в такое время каждое вот влага и дело, оно может быть иметь в разы больше ценностей, чем в обычное время. Поэтому у нас было единое намерение побольше максимум, потому что всем было сложно, нам тоже было сложно. Многие думают, да, у нас крупный бизнес, много, нет. Бизнес в обороте, очень сложно любому бизнесмену вытащить деньги из оборота. И максимально старались все команды, я благодарен команде, да, мы очень-очень старались не сидеть, хотя и сидели, но даже на дистанции старались максимум помочь. Но получилось и так, что помимо этого всего мы как бы и по работе, и по бизнесу в основном направлении тоже выполнили все намеченные планы, которые были поставлены до пандемии. То есть 100-102% всех планов было все это сделано. То есть 2020-й год мы прожили такими домыслами. А в этом году, конечно, все, что приближает к конечной цели, но если конкретно, это я везде говорю и не скрываю, что бизнес для меня это всего лишь инструмент, помогающий для достижения конечной цели, да, подойти к этой конечной цели. Потому что бизнес, во-первых, он учит, он закаляет. В бизнесе каждый день сталкиваемся с различными проблемами, каждый день у нас разные вызовы. Мы учимся на этом, мы развиваемся. И он, бизнес помогает нам становиться более мудрыми. Второе, бизнес, конечно, это инструмент, когда ты зарабатываешь деньги, а деньги обязательно, вот они нужны для того, чтобы воплотить все эти мечты. Поэтому, если конкретно, да, мы в этом году поставили цель, ну и лично я сам поставил цель, что максимально откачаю команду, потому что на своем опыте уже понял, что, конечно, очень важно знать, уметь что-то делать, но самое главное — это характер, самое главное — это мотивация. Это самое главное. Человек мотивированный, ну, мы по той же истории ислама, да, знаем наших, как бы, войны, да, где количество врагов превышало в разы, но победа была за теми, кто был больше мотивирован идеологией. Поэтому мотивация, подкачка компаний, команды. Второе, мы хотим, поставили цель, что объемы по сравнению с предыдущим годом мы вылечим на 250%. Это реально. Идеал 300%, в три раза, да, но на 250% постараемся. Так, еще хочу пройти половинку Iron Man, хотя бы половинку в этом году, но такие цели. Супер, отлично. Вот мы сказали, у вас золотой сейчас период 40+. Какие-то представления относительно вашего жизненного периода 60+, у вас есть? Ну, конечно, есть. Это уже близко к конечной вот именно цели. И вообще, когда... Знаете, думаю, многие молодые люди, они любят слушать меня, потому что я стараюсь делиться с простыми, но работающими технологиями. Ну, в этой жизни, в принципе, ничего такого сложного. Она простая. И все правила, все принципы, они очень простые. И чтобы достичь чего-то, конечно, всегда рекомендую смотреть сзади. Но это потому, что я у вас этому научился на курсе «Триллионер». Представляете, последний день своей жизни, когда мы уже переступаем грань, да, то есть туда уходим, то когда мы посмотрим назад в свое прошлое, что мы сделали, с чем мы прожили, вот, и все это расписать. И вот у меня есть эта картина четкая, как я выгляжу, чем я занимаюсь. И в 60 лет, если этот промежуток, я вижу себя занятым, ну, во-первых, здоровый, подтянутый, спортивный, одетый очень аккуратно и умеренно, не очень так вызывающе, аккуратно, достойно, как вы. Занимающийся именно социальными проектами, я хочу выйти из бизнеса примерно 50 лет, чтобы, когда еще будут силы, до после 50 заняться социальными проектами, а именно хочу преподавать, делиться опытом в университетах, встречаться с молодежью, писать книги именно в 60 лет. Ухаживать за большим парком, вот, то есть уже масштабировать все, что было дано Всевышним мне, то есть делиться и вдохновлять. Бизнес, я из бизнеса хочу уже уйти, я вижу себя таким в 60 лет. Отлично. Хорошо. Если появляются ощущения душевной пустоты у вас, то в какие моменты? Ну, знаете, душевная пустота, да, она действительно бывает у каждого. И у меня она чаще встречается, когда время проходит зря, когда вот ты понимаешь, что без толпы сидишь или где-то находишься и жизнь протекает. Когда ты не делаешь ничего полезного, когда ты не совершенствуешься, да, вот угасает дух, вот эта пустота. Такая ситуация у меня была, знаете, где самая сильная. Обычно у меня мало таких моментов, очень краткосрочные, но была ситуация, когда я учился в курсах и MBA в Сколково. Очень хорошее заведение, очень крутое там, все хорошо, но мне по духу оно не подошло. Почему? Вот именно пустота у меня, она несколько раз повторялась. Два года я учился каждый месяц по четыре дня, каждый месяц летал туда, в Москву на четыре дня. И почему-то, несмотря на те вот эти знания, навыки, да, вот эта вот чрезмерно комфортная обстановка, когда спишь в хорошей гостинице, утром выходишь, завтракаешь, каждые полтора часа там кофе-брейк, и после занятий тоже там вечером посиделки. То есть очень-очень, ну, такие заложительные, ну, состоятельные люди у нас в группе были, очень хорошие все, но жизнь такая была у нас больше развлекательная. Да, вот именно в такие моменты у меня пустота, мне вот самому себя не очень такое уважаю, и жизнь мне не нравится в это время. Вот именно поэтому, откровенно говоря, да, это не громкословно, но когда меня спрашивают, думали ли вы когда-нибудь выехать из Узбекистана, там, переехать, я говорю, нет. Почему? Потому что здесь много причин, да, одна из них, что здесь именно много не проблем, знаете, можно сказать, вызовов, много чего, что нужно поменять. Вот именно в такую ситуацию пустоты редко когда впадаешь, это наоборот, вот именно сложные моменты, они наоборот тебя мотивируют. Вот. Супер, я смог ответить. Отлично, очень хорошо. Вот, не знаю, сталкиваетесь вы или нет с хейтерами, ну, наверняка уж, недоброжелатели, враги, какие-то непорядочные конкуренты или там, тут те же самые в соцсетях хейтеры и так далее. Вот как вы на все это реагируете? Ну, смотрите, раньше я реагировал очень, к этому относился болезненно в начале, но последние уже 2-3 года, не знаю, уже как-то очень-очень спокойно и, конечно, я фильтрую. Во-первых, на моей ли площадке это, то есть в моих же страницах или же где-нибудь, на чужой площадке обсуждают это. Если на чужой площадке обсуждают, да, где-то в других каких-то каналах, группах, то просто наблюдаю, читаю, что там пишут. Если там пишут что-то, которое необоснованно, не имеет доли правды, то просто прохожу, вообще не реагирую. Но если это действительно правда, то беру за внимание. То есть, ну, потому что, наоборот, если вот это то, что правда написано, и оно действительно какая-то ошибка неправильная есть... Ну, да, взгляд со стороны. Взгляд со стороны. А ну, если у себя на страничке, то точно так же на хейтеров пишу просто спасибо. Если это даже неправда или... Ну, потому что у каждого есть свое мнение. Эти люди могут смотреть с другой стороны. У меня свой взгляд, да. То есть, и это абсолютно нормально. Слава Богу, очень-очень спокойно отношусь к любому комментарию. Отлично. Супер. Считаете ли вы себя успешным человеком? Знаете, многие на передачах разных мероприятиях меня представляют как успешный предприниматель, да. Но мне самому не очень это, как бы, подходит. Потому что можно было бы правильнее сказать, стремящийся к успеху. Успех у меня, вот если достигну конечной вот этой цели, у меня это считается успехом. Пока я на пути к успеху. Вот. И успех, он тоже относительный. Больше всего, наверное, мне склонна фраза не успешный, а, возможно, благодарный. Да, я очень благодарен. Благодарен, вот это чувство благодарности за то, что все это получается, все, что есть. Но успешный это чуть-чуть опасает, честно сказать. Угу, отлично. Хорошо. Как быть максимально эффективным в бизнесе и в жизни? Ага. Может, какие-то несколько советов? Ага, смотрите. Ну, я очень прошу, да, зрителей, чтобы не думали, что умничаю. Просто делись своими советами. И если у вас будут какие-то свои тоже дополнения, добавляйте. Людям очень интересно вас послушать. У меня такое очень простое, опять же, да, несложное, не упражнение, а способ. Самое главное, вот мы видим, да, в жизни много умных людей, много трудящихся людей, да, в разы больше знают, в разы больше работают, но не получается. И много причин, да, у многих одна причина, самая простая, то, что просто люди не знают, чего они хотят. Они просто не знают, да. И даже если ты просишь у Бога, и если ты конкретно сам не представляешь или не веришь в это, почему же уже как бы жаловаться на жизнь или же удивляться, что Всевышний Свят не дает. Поэтому очень простое упражнение, четкое, просто в спокойное время, у кого-то это утром рано, у кого-то это ночью, когда никого нету, вот именно в письменной форме, просто расписать, написать картину, идеальную картину своего будущего. Да, вот когда мы вот это все расписываем, именно вот в спокойное время, я очень люблю это делать рано-рано утром, ну, потому что, не знаю, я связываю это, вот я это и у вас тоже учился, и много там в других тоже книгах, что наш нафс, он спит. Наш вот это, да. И в это время мы на духовном уровне, мы можем, не обманывая себя, расписать все, что нам действительно нужно. Да, не то, что у кого-то есть, мы тоже хотим из-за там зависти или подражания. И когда вот это четко расписано, в этой картине мы увидим все, что действительно необходимо, да, или же то, что мы сзади, с конца жизни все это посмотрим. И там мы можем увидеть и семью, и, возможно, все, что мы хотим сделать, или бизнес, у кого-то это спорт, у кого-то это социальные вот эти все вопросы. И когда все это четко расписано, расписать приоритет. А приоритет как это тоже сделать? Очень-очень просто. По-моему, это было в книге написано Наполеона Хилл, по-моему, если я не ошибаюсь, или же, не помню, да, но Брайан Трейси, по-моему, был. Время от времени я расписываю, чем бы я занимался, если бы у меня осталось жить 6 месяцев. Один список. Второй список, чем бы я занимался, если бы у меня осталось 6 недель жизни. Третий список – это 6 часов. Да, и вот эти списки, они уже бросают приоритет. И когда, конечно, у каждого у нас есть выбор, каждый день у нас много чем надо заняться. И когда приходится выбирать по приоритету, уже несмотря на этот список, прямо вот список, он остается в голове для нас. Вот этот список, который попадает в 6 часов, он самый-самый такой сокровенный. Мы хочешь не хочешь уже правильно принимаем решение. И получается, что, когда мы занимаемся, тратим время на самое важное, с промежутком, ну, как бы со стечением времени, мы достигаем многого. Потому что главное, почему мы не успеваем, ну, я уже понял, что мы просто тратим время не на те вещи, которые нам необходимы. Вот именно правильная расстановка приоритетов и четкое представление, чего мы хотим. Супер! Великолепно, Машалов. Каким вопросом, то есть, может, есть ответ, может, нет, но мало ли, каким вопросом вы периодически задаетесь, оставаясь наедине с собой? Самый главный вопрос, когда остаешься один, правильно ли я иду? и насколько эффективно, насколько я вот приближаюсь или выполняю свою миссию на этой земле, да? Ну, она же, жизнь, она такая одноразовая, и назад уже все не вернешься, насколько каждая минута, каждый день, он насколько правильно проживается. вот этот вопрос, он чаще всего задается. Хорошо, супер! Дальше. Ну, вот, это распространенная вещь, и несколько практических таких советов, я думаю, были бы очень уместны, с учетом вашего опыта вопрос. Как можно повысить свою самооценку? Да, это очень, да, хороший вопрос. Самооценка, значит, ну, самооценка, она повышается, когда мы действуем, когда достигаем результатов. Когда у нас пониженная самооценка, по своему опыту знаю, это когда, во-первых, есть какие-то очередные неудачи, или же внутренние как бы сожаления, или же внутренние, знаете, чувства вины. Человек сам себя критикует внутри, да, и вот самое сложное, когда ты внутри сам себя не уважаешь, вот самооценка, она очень падает. В такие времена первое, что я делаю, сначала нахожу, что неправильное сделал. Честно признаюсь, пишу это. Какая-то ошибка, какое-то неправильное действие, да, потому что, ну, других ты можешь обмануть самого себя, а не обманешь. И вот это неправильные все твои, ну, условно говоря, грехи, или же не все вот эти нехорошие действия, они самого себя же тебя как бы ослабят. Поэтому расписываю это четко. Когда уже понимаешь, что ты это неправильно сделал, само по себе это уже не повторяется. Второе, обязательно, первое, что ты делаешь, наоборот, это не второе, это первое, скрытая благотворительность. Это мощный инструмент. Я вот это вот учу многим. Скрытая благотворительность. То есть сразу быстро покупаю, организую несколько коробок продуктов, продовольствия, и просто через анонимных людей отправляю людям, которые очень нуждаются. И эти люди просто не понимают, откуда это что. Может быть, догадываются, но нет четкой связи. Да, даже тот, кто передает, у них спрашивает, от кого? Они говорят, мне передали, я просто вам принес. И вот это, знаете, чувство, это происходит в этот момент обмен между Всевышним. Почему? Когда никто не знает, кому что это я сделал, и получается, я это вот в прямом смысле делал во имя Всевышнего. То есть я сделал обмен со Всевышним, а он уже передал это тем нуждающимся людям. Те нуждающиеся люди, они благодарят Всевышнего, потому что не знают, от кого это. А у меня самое главное, внутри уже какая-то надежда, что что-то придет хорошее, вот это притяжение хорошего, приятных событий греет. Когда Всевышний, он более чем справедлив, и любое наше благое дело, оно поощряется сразу. Поэтому благотворительность, она мощно помогает. Прямо стирает все сомнения, все вот эти неуверенности. И самое главное еще, ставить какие-то, хоть и маленькие задачи, и действовать. Действовать, чтобы был результат. Потому что чем больше у нас результативных действий, то есть успехов, независимо от размера, это повышает наш дух. Сама оценка повышается. Знаете, я вот даже расскажу, у нас в Ташкенте мэр города, Хаким у нас, Джахан Грабиду Чарт Хаджаев, очень, ну, как бы, в прошлом успешный, очень большой бизнесмен. И сейчас он работает, Хаким, потому что президент его назначил, сказал, что сытый, во-первых, не будет воровать, а во-вторых, предприимчивый человек может изменить город, действительно так произошло. Я вот просто хочу сказать, что этот человек, у него тоже много мучаюсь. Когда я у него спросил, вот когда очень много критики или же где-то провал, или же вот депрессия, что вы делаете? Он знает, что ответил. Он сказал, сначала высплюсь. Он говорит, высплюсь. Обычно не высыпаюсь каждый раз, но в этот день я высыпаюсь. Утром встаю, говорит, и начинаю мстить делами, говорит. Я просто один за другим делаю, делаю, делаю. И вот эта каждая победа, говорит, меня, говорит, усилит. И все, говорит, вот эта проблема тоже, говорит, она уже как будто уже ерундой кажется, и я начинаю уже все, ее тоже с ней справляться. То есть, действительно, маленькие, но победы, они заряжают, они поднимают самооценку. Да, просто, я не знаю, или мне показалось слово «мстить». То есть, он очень грамотно поступает. То есть, маленький, то есть, он просто-напросто делает целый список. А не знаете, мстить на русском может быть чуть-чуть другое, да, а на русском это знает, знаешь, он отрывается именно на других делах, да, когда он отбегает. На результатах. На результатах идет. На конкретности, на конкретности, на победах. То есть, он просто-напросто действует, совершая что-то хорошее, к этому, к этим, другое, семья, еще что-то. То есть, многочислено и резко здесь повышается самооценка, ощущение себя, в том числе, пред Богом, и ты поднимаешься над всей этой критикой, всей этой суетой и всем этим негативом. Супер! Да. Хорошо. Такой вопросик тоже есть. В какой момент в жизни вы были особенно счастливы? Особенно счастливы? Ну, я всегда счастлив, если особенно. Это момент, когда я построил такой клубный дом, очень такой уютный, комфортный, в центре города, окруженный зеленью. В честь моей мамы, когда мама хотела жить рядом с нами, то и не было в доме, где мы живем, там не было уже пустых квартир, все были проданы. И она сказала, тогда, может быть, где-нибудь еще поблизости у других купишь вторичное жилье, или нет, построим отдельное. Мы назвали в честь ее, она называется Муфарах. То есть, маму зовут Муфарах, и это означает как бы радующий. и на самом верхнем этаже, там у нее обзор 360 градусов, сделал ремонт, тот, который я себе по сей день позволить не могу. Я очень горжусь, что привлекли много иностранных, тоже рабочих, там все, все было сделано от и до, от и до, все четко. с любовью все это готовилось. И когда мама вернула с паломничества Хадж в 2018 году, когда я подарила, это тем более день рождения было, она очень-очень была счастлива, вот эти моменты, они вот, когда есть мечта, у нас мама просто, она воспитала нас, вырастила, потому что папу потеряли молодое детство. Я был старшим сыном, и то мне только исполнилось 14 тогда, в сложные времена, еще младший брат и младшая сестра. И маме было непросто, она очень-очень старалась, было очень много сложного, но она очень вложилась, пожертвовала своей жизнью, она не вышла замуж, она не покупала себе лишнюю одежду, лишнюю машину, да, она вкладывалась у нас, всегда поддерживала, и именно в этот момент когда то, что у себя нету еще, да, но это очень-очень дорогой подарок был от души, когда вот вырвано было, и вот это было счастье, вы увидите ее радость. Также радость, счастье у меня при рождении детей, особенно вот недавно у нас еще один очередной пятый сын родился, и это счастье, такое счастье, мне уже 40, да, оказывается, захожу вот в ванную, и там на радиаторах висят, висят пеленки, там, ползунки, да, ой-ой-ой-ой, вот это счастье, это счастье, слава смотрите, это возможно, если вот вспомнить самые сложные моменты в нашей жизни, это вот как раз-таки после смерти папы в 94-м году, сложные времена после распада СССР, повсюду, не знаю, некоторые говорят, хорошо было, но для нашей семьи были сложные времена, у меня родители были учителями, обесценивание денег, очень-очень сложные моменты, в этот момент папа погиб, прямо на руках у нас, и, к сожалению, из-за того, что общество в целом было в сложной ситуации, главное было выжить, сейчас это вообще невообразимо в Узбекистане, да, того, то, что обидеть сирот, но тогда в этом было, и было, к сожалению, не только со стороны посторонних людей, да, незнакомых, а именно даже от близких людей, обижали, сильно обижали, было очень сложно, и год, когда такая даже не пустота, да, даже вот просто не знаем, что это было, очень-очень такие темные, серые дни, много слез у мамы, особенно, а у нас мы смотрели просто на маму, что будет, как будет, да, и справились с этим как? Это когда в один прекрасный день мама увидела во сне нашу бабушку, то есть уже не свою маму, а маму нашего папу, то есть тещу, и бабушка у нас была такая сильная, очень такая волевая женщина, и умная, посвященная была, она во сне сказала моей маме, ты что так постраиваешься, сидишь, давай вставай, и она как рот ко рту поднесла, и вдула ей энергию. Мама проснулась утром, она уже другая была, она была уже сильная, и после этого дня она уже сидели мы дети, я, брат, сестренка тоже, она говорила, ребята, все будет хорошо, это вызовы, то есть вот эту трагедию, вот эти сложные моменты, она перефразировала на вызов, и вот это перефразировало, то когда ты смотришь уже на это, как на вызов, мотивация мощнейшая приходится. Большие именно изменения, большие достижения происходили именно с 95-го года, потому что мы что там на краине города жили, где-то там обычной школе учились, очень простая семья, но вот когда такой вызов, и я сам тоже, ну конечно все с дозволения Всевышнего, да, поступил с высшими баллами в один из самых престижных университетов, брат поступил, мама вообще не знала, юридические университеты, институт тоже с высшим баллом, 100-100%, сестренка, университет дипломатии, мировой экономики дипломатии, все трое выиграли гранды, обучились в Японии, в Англии, вот такие вот всплеск сил, мотивация происходила, когда мы перефразировали вот эту сложную ситуацию на вызовы, вот именно вызов, что впереди будет четко, но нужно пройти через вот эти все сложности, да, прям, знаете, бомбический эффект там, очень круто, и вот эти моменты, когда рассказываю, я сам вдохновляюсь. пошел, супер, пошел, что подталкивает, мотивирует вас развиваться? Хороший, у вас очень хороший вопрос, Эшамин, знаете, мотивация, она приходит в разные моменты, ну, во-первых, то есть, почему хочется развиваться, ну, во-первых, я недавно так для себя осознал, что почему, когда развиваешься, мотивируешься, да, одно дело, что мотивируешься, и многие это не знают, но потом я понял, что, возможно, когда мы познаем что-то новое, новое, мы приближаемся к имени и качеству Всевышнего Алина, да, то есть, знающий, все знающий, и когда мы чуть больше и больше знаем, получается, мы к нему приближаемся, а когда это приближаемся, то это значит, связь между нами, она становится более плотной, и хочешь, но не хочешь, у нас дух, он чувствует вот эту энергию, вот этот вот сприлик сил, и поэтому каждый раз, когда чему-то учишься, развиваешься, да, хочешь, не хочешь, становишься сильным, это приятное состояние, которое хочется продолжать. Вторая причина, обычно происходит, знаете, когда у меня, когда встречаешься с ситуациями, где нужно помочь, но у тебя не хватает средств, каждый день, да, сначала не знал, как это делать, возможно, у наших зрителей тоже такие ситуации, да, к сожалению, хотя ситуация во всем мире очень хорошая, но все равно в то же время есть много нуждающихся людей, не обязательно только в пропитании, а есть и люди, которым нужно помочь в операции, у кого-то нет вообще жилья, у кого-то там хочет достигнуть цели, хочет обучиться, но не хватает денег, да, и, не знаю, не только у меня, наверное, почти у многих, у всех, наверное, состояние, когда ты не можешь согласиться, что ты не можешь помочь, да, как человек хочет, он еле-еле у тебя просит, ему самому неприятно просить помощи, он подходит, и как ему отказать, и вообще объяснить, да, не поверит никто, что, да, бизнес делаешь, ну, к сожалению, я думаю, даже у тех же олигархов, миллиардеров тоже, не хватает на всех все это, да, именно вот это состояние, оно, не согласие отказать, оно, оно сильно заряжает, да, хочется еще, еще больше работать над собой, чтобы, именно, вот это состояние выработки ценностей, да, чтобы больше-больше зарабатывать, еще больше достигать, чтобы помочь тем, кому ты не можешь отказать, вот это чувство ответственности, чувство вины, мощный мотиватор, особенно, вот раз в больницу, может быть, где онкологическая больница, это больница, да, где дети с раннего возраста, прям вот такие невинные, такие у них глаза, ты помогаешь, но то, что ты помогаешь, оно не хватает, вот в этой ситуации очень-очень хочется еще больше-больше работать над собой, потому что, не знаю, вот это тоже сильный, мощный мотиватор, когда не хватает мотивации, советую именно посещать именно такие учреждения, где это не расстройство, у тебя душа так болит, но в действительности это и мотивация мощная, отлично, несколько вопросов от подписчиков, они вчера, сегодня ночью прислали, с учетом нашего с вами интервью, первый, вы занимаетесь сложными проектами, где наверняка возникают трудности, кто во всем этом помогает вам двигаться дальше и завершить проект? Ну, смотрите, слава Богу, слава, слава Богу, да, я выгляжу современным, но внутри чувство большой благодарности, что у меня есть именно духовный подход, религиозный подход, именно философия, я много не знаю, но это с опытом тоже пришло, или же это, наверное, может быть просто откровение Всевышнего, да, прошу, во-первых, вот, простой дуа, который многие из нас знают, то есть мы просим у Всевышнего хорошего, вот когда ты с пониманием вот это дуа произносишь, и мы просим не конкретно что-то у Всевышнего, да, а именно все, что хорошее для нас и в этом мире, и в вечном мире, и все, что потом встречается в жизни, любые проекты, внутреннее такое спокойствие, уверенность, что это ваблада, это хороший проект, любая ситуация, любое знакомство, и любая сложность тоже, она вот внутри как бы придает уверенность, что за этой сложности есть большая победа, да, и вот не знаю, я много не знаю в религии, но то, что знаю, вера, вы это применяете, вера, вера, вот именно вера, вера, я мало знаю, но очень-очень глубоко верю, нету сомнений, та же сура Шарфа, да, где аяты говорят Абсолютно с этим как бы даже не знаю, даже трудности и легкие, да, очень-очень любые моменты, любые сложные моменты, просто даже какие-то бан, внезапные проблемы, наоборот, у меня автоматически улыбка появляется на лице, улыбка от предвкушения следующей победы от этой ситуации, после этой ситуации. Супер. Абсолютно спокойствие. Пошел. Там же, в том же вопросе было, какие навыки являются наиболее важными в вашей сфере? Ну, вы девелопер, строите крупные проекты, уникальные проекты, да, то есть вот наиболее важные навыки в вашей сфере, строительные. Девелоперство вот в нашем понимании это не строительство. К сожалению, многие люди думают, что девелопер это строитель. Даже люди, работающие в госструктурах, есть те, которые путают, да, вот когда вызывают всех строителей, нас тоже вызывают, мы не строители, мы девелоперы, да, мы готовы помочь поддержать любые социальные проекты, но мы можем финансовым помочь, у нас нету своей строительной бригады, строительной техники и другое. У нас это девелоперство, это по нашим взглядам не строительство, а больше финансовое управление, управление процессами, project management, именно project management и financial management, управление финансами, потому что мы заказываем, во-первых, находим консультантов, которые именно брокерские и международные компании делают анализ, исходя из этого анализа выявляем, на что есть спрос, потом, исходя из спроса, заказываем у брокеров земельный участок или у маклеров, на этот земельный участок уже делаем разработку, это уже наше ноу-хау, не ноу-хау, то есть наши дела, что туда лучше построить, заказываем проект в архитектурное бюро, после проекта мы заказываем уже объявляем тендер, строители другие подрядные организации строят, маркетинговое агентство оказывает маркетинговые услуги, продаем, то есть управлением проектами, чтобы в девелоперстве, вот раньше в Узбекистане рентабельность в девелоперстве, многие наши инностранные партнеры как бы не верили, и мы прям удивлялись, было 5 лет назад, 6 лет назад рентабельность чисто была 50%, сейчас это 10%, и многие наши теперь соотечественники не верят в это, действительно, если ты законно, красиво, законопослушно работаешь, а это важно для долгосрочной деятельности, можно работать и в черную, но этим ты далеко не пойдешь, поэтому если ты по-настоящему как девелопер работаешь, халяльные твои деньги 10% рентабельности, и то при том, что в определенный срок намеченный ты справляешься именно в сроке, привлекая минимальное количество денег, привлекая дешевые ресурсы, а это предоплата, правильно ими управляешь и правильно строишь, то есть это финансовый менеджмент и project менеджмент, вот эти самые главные навыки, которыми должен обладать любой девелопер. Супер, отлично, вот такой интересный тоже вопрос, в какой степени вы на него ответили, в практическом плане, но все же может быть что-то интересное добавить, как бизнесмену, предпринимателю найти золотую середину в религиозности? Нет такое понятие золотой середины, нет, я раньше тоже думал так, задавал такие вопросы, откровенно скажу, как бизнесмен, ребята, я вот скажу, это очень понравится тем, кто уже чуть-чуть начал изучать тасавуф или суфизм, как называется, или тарикат, или же просто духовные духовное воспитание, да, по-любому можно, раньше я его остерегался, я боялся, и думал, если туда сейчас влезу, и все, бизнес и все остальное капец, к большому счастью, вот, и к большому счастью многих наших сейчас зрителей, я счастлив, что наш шейх Мухаммад Саддух, Мухаммад Юсуф, покойный, он красиво все это рассказал, оказывается, да, тасавуф это внутренний фиг, внутреннее воспитание самого себя, это вкратце, да, это ибладат, то есть поклоняться всеимыщему, внутренне ощущая, как ты его видишь, или же он тебя видит, да, и в этом, да, я очень удивился, что не обязательно быть именно в религиозной, в нелегиозной стороне, да, с религиозной точки зрения каким-то продвижением, нет, вот именно довольство Всевышнего, именно в полном понимании смысла ибладат можно достичь и по своему направлению, девелоперами, в девелоперстве, врачи в своем направлении, преподаватели в своем направлении, и вот именно максимальное работать над собой, чтобы максимальному количеству людей ты будешь полезен, вот это и есть, оказывается, высшая точка, как можно сказать, религиозной тоже, довольств Всевышнего, нету, наоборот, чем больше мы к этому стремимся, мы и духовно счастливыми становимся, и бизнес, он еще круче поднимается, там нету такого крайности, мрайности, нету в правильной религии, в правильном отношении, и я считаю, что нету понимания золотая середина, все золотая середина, все это ведет к лучшему, нигде не мешает, наоборот, помогает. Супер, хорошо, вот не знаю насколько это, но помните ли вы своего первого клиента, есть что-то такое? Есть, есть, клиент, его зовут Аброрахиа, он несколько раз у нас покупал недвижимость еще после этого, и это клиент, когда он купил наш дом, построен для нашей семьи, вообще бизнес начинался именно с этого, он не бизнесом был, он просто был судьбой, когда мы построили просто дом для себя, я достроил, с папой начинали, потом я достроил, при поддержке мамы, конечно, она спонсировала все это, но самостоятельно доверился мне, давай, сам делай, да, и на этом я учился, построили хороший дом, но в тот момент, когда всем надо было выезжать, уже учиться там за границу, маму так, да, у нее тоже есть хорошее предчувствие, не знаю, Карамат называется, или как это, и когда она говорит, как я буду одна здесь жить, пока вы там вернетесь, да, и просто так, мы никогда ничего не объявляем, просто появляется клиент, в аренду сначала американское посольство, а потом, после того, как мы вернулись, я лично там увидел в Японии много чего красивого, да, и вот дом когда-то оказался красивым, но я понимал, что можно еще круче построить, это синдром строителя, да, когда он что-то строит, всегда это ему нравится, а когда он уже построит, ему хочется еще круче что-нибудь построить, и вот когда вернулся, я думаю, блин, хочется еще больше что-нибудь построить, лучше построить, и появляется клиент, очень хороший человек, Аброр Акя, он купил у нас этот дом, потом построили, да, через несколько лет, когда мы уже многоэтажные дома начали строить, он вернулся, еще раз купил, еще раз купил, да, я его хорошо помню, мы с ним дружим. Супер, Машина, хорошо, как преодолеть страх начать свое дело? Страх, начать свое дело. Работать, изучать, чем больше изучаешь именно это направление, чем больше у тебя тумана, тем больше уже понимания, возможно участвовать в других проектах, пока вот самостоятельно что-то не сделаешь, частично что-то делать, да, ну, на примере скажу, много ребят, которые хорошо разбираются в проектировании, в программировании, они говорят, мы тоже хотим стать, как вы, с чего начать, да, сразу дуэллопром стать, ну, не очень просто, это тоже своего рода непростое занятие, я им говорю, сначала научись строительству, сначала научись финансовому управлению, там, сначала научись работать с людьми, да, а как, просто возьми хотя бы одну бригаду, начни с ремонта квартир, где ты будешь сам участвовать, ты будешь работать и с, со строителями, ты уже будешь понимать каждый проблемный момент и риски, все это, ты будешь уже учиться общаться с людьми, управлять, ты будешь уже правильно потихоньку обращаться с деньгами, да, потом потихоньку уже будешь развиваться, то есть, он постепенно может вырасти вот так, точно так же к любому делу с малого начинать, с малого, потому что определенно, да, вот я сейчас на руках постараюсь показать, я когда-то изучал, есть треугольник, где один конец это цели, другой конец это барьеры, сложности, третий конец это счастье, испытанное после победы, то есть, чем больше у нас цели здесь, тем больше барьеров, но потом в результате мы получаем тем больше удовольствия от этого, но есть у каждого человека также треугольник своих возможностей и способностей, и если мы ставим цель намного выше, чем наши возможности, эта цель может нас сломать просто, поэтому каждый раз ставим чуть больше цели, чтобы мы развивались, все это осваивали, осваивали, сложностей тоже будет, немного больше мы их переходим, и счастье все каждый раз больше и больше, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и человек не заметит, как он перейдет и на большие проекты. Супер, очень практично, хорошо, вот здесь такой вопрос, опять же, не знаю, может кратенько ответить, о чем, о чем вы мечтаете? Это здесь, на этом канале могу сказать, в других местах не каждый поймет это, мечта любого верующего человека это довольство Всевышнего, то есть, если вот конкретно сказать, мечта, чтобы в конце вот все проживем, это все зависит от нас, принимаем ли мы это за несчастье или же за счастье, за удачу, да, все это проживем, но в конце, чтобы Всевышний был доволен нами, и мы довольны чтобы мы любили его и также были возлюбленными, да, это самая громадная мечта, остальное все это подпункты, да, если конкретно в этой жизни, то я очень-очень уважаю людей, которые занимаются наукой, занимаются просвещением, то есть, это в хадисе, где говорится улема, да, где пророк салвала алинасадам сравнил, что тысяча обидов не сравняется с одним улема, да, потому что улема как луна освещает, да, сама яркая плюс освещает, а обиды, то есть, те, кто голосочно молится, все делают, все, что нужно, они как звезда не сверкают, да, и не сравняются с луной, и очень-очень хочется тоже или самому, или хотя бы, чтобы дети и потомки у меня были именно люди, связанные с просвещением, наукой, вот, чтобы судный день, вот этот именно статус, он был хороший, ну, говорят же, что улема, вот эти все люди просвещения, они считаются наследниками пророка, саламалу, 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 хадис, это вот это вот мечта, мечта, хочу проснуться в судный день наследником пророка, не шаламалу, Отлично. Супер. Хорошо. Как вы изменились после учебы в Японии? Это очень хороший, нужный этап был в Японии. Откровенно скажу, для меня все эти времена учебы в университете, как и в Узбекистане, так же и в Японии, так же и даже и в Америке, и в Германии, краткосрочные хотя, да, они все были больше обучающие жизнь и нетворкинг. Потому что, когда ты еще не занимаешься конкретным делом бизнеса, все вот эти навыки, они быстро забываются. И больше навыков остаются те, которые во время сегодняшнего бизнеса конкретно что-то читаю, сразу же применяю. Вот это остается. А то, что было раньше, да, и то, что даже в Японии, да, оно, оно все забыто или же не актуально на сегодняшний день, но остались дружеские отношения с друзьями, одноклассниками. Самое главное, там, от очень важных этапов, где я познакомился с японскими родителями. У меня замечательные родители из Японии. Они живы-здоровы, дай бог. И многому научился у них. У меня папа, от Олсан по-японски называется, да, и он был вице-президентом крупнейшей девелоперской компании в Японии, Митсуи Худо-сан. Человек умнейший, он тоже из потомков ученых, и был скромным-скромным. Никогда ничего-то просто не учил. Когда я задавал вопрос, он мне задавал ответ на вопрос, на который, размышляя, находил ответ на свой вопрос. Очень мудрый человек. А мама японская, Олкао-сан, она была из семи аристократов. И как она общается с нашим папой, как она вообще относится к людям, именно семейной атмосферы, к детям. Очень аристократичная такая женщина, у которой я много чего научился. Именно вот это осталось. А навыки, они актуальны именно на тот момент. я считаю. Супер. Отлично. Здесь вот такой вопрос, опять же, наверное, у вас будет свой оригинальный ответ, как хотите. Как и когда к вам пришел первый успех? Это хороший вопрос, на который я постараюсь ответить так, чтобы это было полезно для других тоже. Вообще, я перефразирую это, наверное, на слово везение, потому что я очень везучий, неуспешно, я считаю себя очень везучим. Я очень везучий, мне всегда везет, алхамду лилля. И в этом сыграла роль эта мама. Почему? Потому что с самого детства, прям с младенчества, мама всегда, вот то, что я помню, первое, ты везучий, ты везучий. Ты что-то хочешь, ты что-то у нас просишь, всегда это получается. Например, был у нас у тети мини-телевизор, который они на Топчане во дворе сидели с семьей смотрели в летнее время. А у людей, не у всех, тогда обычно даже телевизора не было, это 85-е годы, 84-е годы. И я у них был в гостях, я прихожу домой, хочу, давайте телевизор купим, давайте мы тоже во дворе будем телевизор смотреть. Да, черно-белый, сапфир, такой красненький был. И папе подхожу, говорит, я уже все деньги уже потратил, у меня сейчас все планы, иди у мамы спроси. Мама тоже говорит, я зарплату уже тоже наметил, я хочу там это купить, это купить. Нету, да, я такой обиженный, обиженный, да, смотря на это, папа, помню, сказал, вот у меня там лотереи были, которые на сдаче дали. Иди, говори, тебе 15 копеек, в киоск сходи, газету купи, проверишь, может повезет, да. Быстро сбегал в киоск, проверяем, и нам телевизор. Крафт, он телевизор, сапфир. И вот такие истории, там еще другие, много таких историй, и мама говорит, ты уже с рождения успешный, это везучий, 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 и вот это внутреннее чувство, уверенность, что я везучий, оно присутствует. И каждый раз, когда везет, вот это вот чувство, оно усиливается, 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 ровет. Поэтому очень важно первое нам всем, своим детям это усиливать. Не только везучий, да, а, например, я своим детям тоже говорю, ты талантливый, у тебя мозги хорошо работают, да, вот сын у меня скоро 18 будет, с детства, ты родился с фаросатом, фаросат, это значит, ну, у тебя уже от бога, то есть уже такая... Проницательность. Проницательность, да. И каждый раз повторяем, повторяем, но слава богу, он учится в одной из самых, ну, может быть, даже самой лучшей школе в Швейцарии с лучшими показателями. У него очень-очень хорошие результаты, постоянно получаем от школы похвалу, постоянно у него грамоты. И потому что у него тоже внутренняя вот эта уверенность, что Всевышний его уже вот с этой проницательностью создал. Точно так же к детям надо вот развиваться, уверенность вот эту внутреннюю, да, у кого-то вот хорошо получается готовить, и говоришь, у тебя золотые руки, вкусно готовишь. И у этого ребенка начинается все это получать еще больше. Или же, если мы сами хотим это изменить, если у нас нету родителей, то хотя бы самому найти, расписать все-все моменты, вот это, где нам везет, или где-то у нас успех получился, расписывать, расписывать, распилывать, а потом разложить по цепочке возрастания самого юного возраста, малого, до сегодняшнего дня, да, и тогда вот зерном всего вот этого чувства, уверенности, оно будет заложено и на первом, которое мы с самого раннего детства смогли вспомнить. Вот вокруг него все остальное строится. Это очень важно. Это чувство внутреннего спокойствия, оно, это стержень, это стержень, который не дает тебе сломаться. Это очень важно, к этому автору вопроса, большое спасибо. Супер. Хорошо. Вот еще один вопрос, и потом уже итоговый. Значит, вопрос от подписчиков. У вас прекрасные дети, прекрасная супруга. По вашему мнению, по каким критериям стоит выбирать себе жену? И что является фундаментом счастливой семейной жизни? Очень-очень-очень интересный вопрос. Значит, конечно, для того, чтобы не критерием выбирать, я бы не сказал, выбирать, наверное, уже, если это люди еще не женаты или не замужные, надо четко нарисовать картину своей будущей семьи. Как она будет? Как они будут? В каких отношениях? Как выглядит супруга? Как они будут растить детей? Чем они будут заниматься? Вот эта идеальная картина этой семьи, она поможет, во-первых, и найти своего спутника жизни. Но самое главное, достойного друг другу. То есть, мы можем выбрать очень хорошего партнера, но мы можем оказаться недостойными сами. Вот именно вот эта картина, идеальная картина семьи, она заставляет и самому развиваться, самому стремиться, потому что, ну, красивая, умная, воспитанная девушка, она тоже не за каждого выйдет замуж. Она тоже хочет, у нее тоже, возможно, идеальная картина своей жизни. Поэтому мы-то сами должны тоже к этому стремиться. Вот. И там вопрос, какой еще был? по каким критериям стоит выбирать жену? То есть, вот на что обратить внимание? На что? Что очень важно, дабы семья, дети, было все наполнение счастьем? Например, какие качества важны? У меня тоже дети подрастают, шутим иногда сына, вот сейчас 18 будет, через 3 года женим, да, он так не сопротивляет и не соглашается, дочки уже растут, да, но самое главное, это самое-самое, даже и невоспитание. Мы постараемся сыну помочь выбрать невесту или дочерям из семьи, где есть мир. Именно согласие мужа и жены это самое главное, что влияет на характер, на духовное вообще состояние детей. В семье, где есть ссоры, дети хоть как их не воспитывают, хоть где их там не обучают, внутри у них все равно будет трещина, у них есть будет мир, вот не зря, да, простое слово. Вот один из друзей моих, Сарвар, когда у себя на страничке написал, это действительно тронуло меня, да, везде это может быть написано, да, он просто, я у него впервые это увидел, когда он поставил фотографию, где он дарит своей жене цветы, и говорит, лучшее, что я могу сделать для своих детей, так это любить и уважать их маму. Это золотые слова. В мирной семье здоровые дети. Поэтому выбирать надо именно из здоровой атмосферы, из здоровой семьи. Супер! Классный Сарвар. Хорошо! Ну и заключительный вопрос. Вот можете ли вы рассказать одну судьбоносную историю? У вас за сегодняшний трюк было много очень интересных, очень познавательных, но мало ли, что-то еще в запасе осталось. Не может какой-то из них вернете, смотрите сами. Можете рассказать одну судьбоносную историю из вашей жизни? Смотрите, да, действительно очень много разных историй, которые изменились. Судьбоносная означает, которые изменили судьбу жизнь, взгляды на жизнь. Много таких ситуаций, очень много, но, пожалуй, если сказать о последней, которая произошла, это произошло четыре года назад, в 2017 году, когда я увидел одну передачу по российскому телевидению, когда сравнивали две национальности, которые ненавидят друг друга, и потом их попросили сдать ДНК, анализ ДНК сделали, и показали, что они родственники. То есть две нации, они на друг другу очень связаны с друг другом. Было интересно, я сразу обратился через имейл, и они сказали, нет, с Узбекистаном не можем работать, у нас нет договоренности, к сожалению, отказываем. Потом я попросил, это было в Соединенных Штатах Америки компания, я поразил друзей заказать вот эти тесты, и они заказали себе, потом ДНК отправили две такие капсулы, куда мы с женой просто плюнули, то есть слюнями заполнили, там упаковка была специальная, где написали только имейл-адрес, больше ничего. Отправили DHL другу, друг отправил туда, и через месяц к нам приходит на имейл опять же доступ к базе данных, и была вот эта судьбоносная история, когда она изменилась многие взгляды на жизнь. Я удивился, например, мы говорим, что мы узбеки, я узбек, жена узбек, дети, мы все узбеки, но удивился, что во-первых, конечно, 39% мы были среднеазиатскими тюрками, что супруга, что и я, 38% это северные тюрки, ближе к Якутии, 8%, у нас у обоих одинаково получается, что монгольская кровь, 4% европейская кровь, арабская по 1% и индийская тоже. То есть там было показано, откуда передвижение наших гаплоплоидов, ДНК с минус 20 тысяч лет до нашей эры, по каким направлением двигались наши предки и там было написано, какой у меня рост возможен. Они говорят, возможно, вы из Центральной Азии, потому что схожие ДНК у вас в основном собраны в Центральной Азии, в районе Узбекистана. Мы только email там написали. Там была графа, где написано, в каком возрасте сколько килограмм мы можем весить согласно нашим данным предков. И говорится, 36 лет у меня тогда было, вы должны весить в промежутке 90-92, и у меня 92 килограмм я вешу тогда. Ваш вес должен быть 184 сантиметра, а у меня рост 185 сантиметра. Точно, точно, и у суприга точно так же. Какими болезнями у вас в ДНК есть, у меня оказывается больше риск смерти от инсульта, предисположенность к сахарным, к онкологическим нету. Тут все подробно, подробно, там, знаете, там больше, чем книга все написано, что какую еду мне лучше кушать, какая она мне нравится, какой не нравится, какая вредная, какая не вредная. И я так задумался, неужели со слюней человек, который на сегодняшний день живет, столько информации раскрыл. А в судный день милле-милле вот эта одна молекула, она раскроет не только вот эти данные, и даже наши намерения, помыслы, все эмоции, все-все в судный день так раскроется. Поэтому в этот день много чего изменений у меня вообще в представлении произошло. И самое главное, знаете, самое главное, это помогло мне оставаться приобрести спокойствие. В каком плане? Спокойствие, что хоть что не говорят люди, если это действительности нету, завтра это все равно выйдет. даже если люди не видят, если я что-то плохое делаю, оно все равно выйдет. То есть все, что мы читали в Коране, в хадисах, мы даже сегодня это увидели на примере тестов анализа ДНК. Это еще сегодня. Возможно, через 20-30 лет те же тесты выявят еще больше, а в судный день прям все так раскроется. вот это внутреннее спокойствие. Главное, ты спокоен, причис перед Всевышним. А остальное все, что мир говорит, весь мир против тебя станет, если у тебя внутреннее спокойствие, все равно завтра будет все хорошо. Вот это большое влияние на мою философию и взгляды на жизнь, это судьбоносная история такая. Вообще супер. Ну, у нас товарищи подписчики сегодня классно было событие это интервью. Мурат прямо вот так раскрыл не только там Ташкент средняя и вообще мир еще на 20 тысяч лет назад просто и уже вперед, но милость вышнего, то есть иншало, чтобы побольше было таких продвинутых во всех отношениях, в том числе духовно раскрытых для себя бизнесменов, которые приносят огромное количество людей пользу и в том числе собственной жизнью показывают, что в этой жизни все. У нас в Узбекистане много. Есть и ваша заслуга в этом. В Узбекистане, я вот знаете, горжусь многим, но горжусь тем, что в Узбекистане среди предпринимателей очень-очень такие осознанные люди у нас. Именно то, что постоянно держат одну руку, одну ногу на религии, очень много порядочных бизнесменов у нас в Узбекистане. Вот это очень радует, и в этом есть и ваша заслуга тоже. У вас много подписчиков из Узбекистана, многие наблюдают, возговорят, ваши книги здесь очень популярны, поэтому большое вам спасибо. Хочу выразить от лица всех наших сограждан узбекистанцев, во-первых, уважение и благодарность тому, что вы все это делаете. Мне нравится лично то, что вы всегда тоже стараетесь показать все вот эти прелести нашей религии именно на примере современной жизни в бизнесе. Я вас зауважал в первый день курса «Триллионер», когда вы сказали «Моя миссия», рассказали «Свои миссии». Это во-первых, сделать так, чтобы мусульмане были и просвещенные, и успешными во всех смыслах, и на своем примере. То есть вы не только как имам Хатиб, у Ляма, вы говорите «У меня и бизнес есть». Я хочу показать, что одно другому не мешает, чтобы смотря на мусульманина, другие люди, других верований, они с белой хавас, им тоже захотелось быть мусульманин, вот говорили, продвинутыми, вот это ваши намерения, они очень заслуживают уважения, поэтому вам большое спасибо. Аминь. Спасибо огромное. Мурат Назаров, бизнесмен, сининин, мотиватор, то есть очень мощный девелопер, он для нас раскрыл этот термин том числе, огромное спасибо, я думаю, всем было очень полезно, повторно будет просматривать еще больше пользы в себе секунд. Вам новых божественных благословений, и в вашей деятельности, в деятельности вашей супруги, каждого из ваших детей и потомков, и полноты всем вам счастья в обоих мирах. Спасибо огромное. Шамиль, две минуты. Сейчас вот у нас две тысячи человек почти смотрит, да, и эти люди тоже стремящиеся к развитию, они тоже к совершенству, и главное, я думаю, удовольство Всевышнего сделать дуа за них и за всех узбекистанцев. Хорошо. Аллахум, инна каафу, воин не Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok